В Армитаже публики представили один из самых загадочных шедевров в итальянской живописи. Грозу венецианского художника эпохи Высокого Возрождения Джорджоне. То, что картину в течение месяца можно будет видеть в России, не только грандиозное событие для всех ценителей искусства, но и настоящая сенсация. Дело в том, что за свою многовековую историю гроза только раз покидала пределы Италии. Александр Чижинок побывал на открытии выставки. В Петербурге ждали грозу, и она пришла среди ясного дня. К метеорологии это явление отношения не имело. Просто в Эрмитаж на месяц приехала самая известная картина, самого таинственного и загадочного художника в истории итальянского искусства. Грозу Джорджоне, хранящуюся в Академии и Галерее в Венеции, называют одной из самых знаменитых в мире картин. Имя художника окружено множеством мифов. О символизме грозы, которое принято считать первым пейзажем в западной живописи, искусствоведы до сих пор ведут споры. Но дело даже не в расшифровке загадочного сюжета, а в удивительной красоте и гармонии этой простой сценки, запечатлённой на полотне. Объяснить её словами никто не умеет. Книжки пишут. Но понять её очень просто, когда ты на неё смотришь. И таких картин, в общем, не так много на свете. Но вот у нас глобные симптомы. Гроза Джорджоне лишь раз за свою историю покидала пределы Италии. Тридцатые годы прошлого века её показывали в Англии. Поводом совершить новое путешествие стал перекрестный год культуры Италии и России, в ходе которого произошло уже немало примечательных событий. На самом деле, если только эта одна картина приехала, уже можно было бы считать, что год удался. Чтобы это случилось, решать пришлось не только технические вопросы, связанные с безопасностью перевозки и хранения бесценного шедевра. Проблема морального плана была в том, что действительно очень сложно лишить венецианцев и гостей нашего города возможности любоваться этой картиной. Потому что она настолько ценна, что люди иногда специально приезжают посмотреть только на неё. Возможно, боль временной утраты венецианцам частично скрасит ответный жест Эрмитажа. На выставку в галерею Академии отправятся две работы Лоренцо Лотто. Столь же символичный и загадочный, как «Гроза» семейный портрет и отреставрированная Мадонна Делла Грация. Искусствоведы лишь недавно определили, что её автором является Лотто, что стало настоящей художественной сенсацией. Александр Чиженок, Марк Тюни, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.